В отсутствие захворавшей лареты грауженения первый день внеочередной парламентской сессии с самого начала не задался. Из повестки были исключены сразу четыре важных вопроса. Оппозиция тут же обвинила правящее большинство в намеренном принижении значимости заседаний парламента. «Эта внеочередная сессия подготовлена очень хаотично. За все годы работы в Сейме не помню такого случая, чтобы, собравшись на заседание, мы узнали, что работать будем только до обеда. В коалиции много проблем в управлении. Отсутствует политическое лидерство. Нет человека, кто бы сказал, вот это надо обсуждать. И точка. Впечатление такое, что вся сессия созвана только для голосования по вопросу Паксоса, которое перенесли на четверг». Среди отсутствующих вопросов Юргис Разма особо отметил пакет законов по введению Евро, для обсуждения которого все имелихорадочно собирают подписи, пакет законов по азартным играм, а также поправки, упраздняющие уголовную ответственность за оскорбление судей. Вице-спикер Сейма, социал-демократ Альгерда Сисас не стал придавать особого значения поведению своих политических оппонентов. Работа в оппозиции такая, быть недовольными, заявил Сисас. «Форс-мажор. Гравжинене заболело, а должна была представлять четыре довольно важных поправки. Отложили на четверг. Большой пакет по азартным играм перенесли на весну, так как такое решение принял профильный комитет. Вот и получилась экономия времени. Тут нет никакого хаоса. Больше поработаем в четверг. Оппозиция, конечно, хочет, чтобы обсуждали только их вопросы. Так пускай соберут подписи и созовут сессию. Будем обсуждать их повестку». Однако претензии к повестке дня появились и среди самих социал-демократов. Председатель комитета по бюджету и финансам практически обвинил своего однопартийца в намеренном затягивании принятия пакета законов по азартным играм. «Альгерда Сисас зарегистрировал предложение, которое все в корне меняет. Есть подозрение, что сделал он это с нарушением устава. Комитет решил сделать перерыв до весенней сессии для выяснений. Без сомнений я усматриваю в этом намерение желание затянуть процесс». Несколькими днями ранее свою жесткую негативную позицию по желанию парламентариев принять поправки в закон о базартных играх высказала конференция епископов католической церкви Литвы. Особое недовольство служителей церкви вызвали планы по установке игровых аппаратов в общественных местах, кафе, торговых центрах, отделениях почты. Сторонники либерализации игрового бизнеса заявляют о дополнительных поступлениях в бюджет.